В актовом зале 10-го лицея 19 претендентов на звание лучшего учителя 2017 года. Конкурс профессионального мастерства открывает предварительный этап – знакомство с участниками. Среди тех, кто вступает в борьбу учителя начальной школы, английского языка, физики, физкультуры и два преподавателя по изобразительному искусству. Видеоролик о себе в профессии – яркая иллюстрация к портретам педагогов. Каждый сидящий в зале, наверное, задумывался и стал для себя такой вопрос, что же для него учитель года. Для меня учитель года – это большой профессиональный праздник, где я показываю свои профессиональные качества как учитель и также могу свои инновационные разработки показать вам в области физического воспитания. Конкурс профессионального мастерства учитель года проводится в 26-й раз. В прошлом году победителем стала Ольга Кузьмина – учитель географии и экологии Одинцовского лицея номер 10. Ольга – соведущая конкурса, а также эксперт, ведь профессиональному соревнованию предшествовал районный след победителей, лауреатов и участников прошлогоднего состязания. Новобранцам давали советы и подсказывали, как лучше проявить себя на всех конкурсных этапах. А их в программе немало – каждую неделю очередное испытание, оценку которому дают большое и предметное жюри. Конкурс продолжается полтора месяца. Каждая неделя предусматривает какое-то конкурсное испытание. На первом этапе два конкурсных испытания – это методическое объединение, когда учитель выступает и рассказывает о своих методических находках, каких-то интересных моментах, которые он использует в работе, рассказывает и говорит о результатах. Второе конкурсное испытание – учебное занятие. Это не урок, а учебное занятие, потому что 30 минут продолжается, не как обычно, академический урок – 45 минут. И так заканчивается первый этап. По условиям конкурса финалистами могут стать только 6 из 19 участников. Лучше определяться по итогам двух этапов, предполагающих презентацию педагогических проектов, работу на мини-кафедре, а также умение найти выход из сложной психологической ситуации. Финалистам предстоят мастер-класс и участие в свободной дискуссии на заданную тему. Победитель получит не только звание лучшего учителя и денежное поощрение, но и возможность представлять Одинцовский район на педагогическом конкурсе Московской области. Мария Подъепольская, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова.